Искусство ковки – одно из древнейших ремёсел на Руси. Оно достигло высочайшего технического и художественного уровня к началу XX века. Тогда появились интереснейшие произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике художественной ковки. Выставка «Железное царство» показала жителям республики всё многообразие работ в этом виде творчества. В Чувашии подобная экспозиция проводится впервые. Из них большую часть составляют произведения Валентина Воробьёва. Его творения недавно с триумфом показывали в Парижском Лувре. Одну из работ оставили в постоянной экспозиции Всемирноизвестного музея. Валентин Воробьёв – кузнец в четвёртом поколении, скульптор, заслуженный художник России. Когда я работаю, делаю, и если мне Господь дал какую-то идейку интересную, я чувствую, она получается, да вы что, я летаю, поэтому у меня везде какие-то движения, всё. А почему? Ну, наверное, потому что я неугомонный. И сейчас всё время у меня сидит в сердце сделать каждый день что-то интересное, лучше, чем прежнее, понимаете. Я делаю это с любовью, любовь, поймите, только так. Вот я влюбляюсь в собственное произведение, да, вот я вот перед вами такой. Я влюбляюсь, потому что оно у меня получилось, и я знаю, что оно энергетику понесёт людям. Открыли выставку официальные лица. Представители Министерства культуры Республики и депутат Государственного совета Чуваший Сергей Михеев, инициатор проведения этого праздника искусства. Он сделал этот подарок горожанам и гостям столицы ко Дню Республики. Все выступавшие на открытии отметили, что выставка – редчайшее, уникальное явление, которое способно поразить даже самого искушённого зрителя. Большую долю сотрудничества в отраслях промышленности, большую долю мы соотносим на кузнецов, на кузнецов с вековыми традициями, которые являются сегодня кузнецами горячей ковки, не просто сварщики. Они сами стоят у наколанин, сами раздувают меха, сами у горна стоят. И самое главное, они, наверное, в своих сердцах несут те традиции, заложенные ещё и дедами. Все произведения, которые сегодня на нашей выставке представлены, они наполнены высокими духовными порывами, мечтами. Определённые имеют, наверное, стержень, вокруг которого как раз и вот это произведение воялось. Каждый из авторов «Железного царства» обладает индивидуальным творческим почерком и безукоризненно владеет навыками ремесла. Их произведения представляют разные направления и жанры кованой скульптуры. Валентин Яковлевич провёл гостей по выставке, останавливаясь у каждой из работ, и рассказывал связанные с ними истории, представляя и молодое поколение кузнецов, наделённое большим талантом и острым видением жизни. Ну, честно, даже практически слов нет, потому что в такой трактовке я впервые вижу, ну, по сути, какие-то уже известные вещи, да, вот, да венчи тот же самый, в такой трактовке это что-то, это впервые, тем более здесь у нас, это абсолютно неожиданные какие-то вещи. Образом святых посвящены многие работы мастера, в том числе и совсем новые, созданные к этой выставке. Поражают лаконизмом и вместе с тем глубиной образа в композиции летят стрелы, выполненные по мотивам слова о полку Игореве, и знаменитое «Железное царство», давшее название всей выставке. Но есть на ней образы и не сказочные – паровоз-самовар, сказочный кот-копилка и волшебная птица-жар. Буфеты и ларчики с секретом – звери, рыбы и неведомые насекомые, а танки тут стреляют только розами. Центр современного искусства приглашает всех полюбоваться на чудный мир, созданный из огня и металла. Выставка будет работать только до 31 июня. Елена Фирсова, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска.